ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ БАНКРОТАМИ Четырех заявлений, поступивших в окружной арбитражный суд, ровно половина, 27 из нашего города. Если говорить в целом про Уральский федеральный округ, то в списке потенциальных банкротов около 95 тысяч человек. На первом месте антирейтинга Свердловская область, далее идет Челябинская, а на третьем месте Югра. При этом большая часть долгов приходится на потребительские кредиты, а самая незначительная на ипотечные взносы. Большинство все-таки подают это кредитной организации, то есть как и в прошлые разы, это банки. По количеству кредитов, невозвращенных людьми, признание граждан банкротами именно кредитной организации. Ну и сами граждане частично подают. То есть когда человек уже не справляется со своими финансовыми обязательствами, всего каких-то объективных причин. Роспотребнадзор просит сообщить о своей предпринимательской деятельности. Это касается тех бизнесменов, которые начали свою работу после 2009 года. Среди предоставляемых услуг, о реализации которых необходимо уведомить надзорные органы, это гостиничный и туристический сервис, издательская и полиграфическая деятельность, а также оказание бытовых услуг, производство продуктов питания, одежды или мебели. Фактически уведомление заменяет разрешение или согласование на начало работ. Оно предполагает, к примеру, что предприниматель соблюдает все нормы безопасности, в том числе санитарные и пожарные. За непредоставление уведомления предусмотрен штраф. К примеру, для юридических лиц он может дойти до 20 тысяч рублей. Если в документе указаны недостоверные факты, которые были выявлены, то штраф будет уже больше. Эти уведомления могут непосредственно отправляться в управление Роспотребнадзора по ИНАО, город Целихард, улица Титова, дом 10, или через многофункциональный центр. Для того, чтобы подправить уведомление о начале вида деятельности, необходима копия выписки из единого государственного реестра юридического лица или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия свидетельства постановки юридического лица на учет налоговых органов или копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В Новом Ирингу уволены два сотрудника скорой помощи, которые отказались везти в больницу 92-летнего ветерана. Как мы уже рассказывали, бригада скорой помощи, приехавшая по вызову родственников мужчины, в течение трех часов отказывалась везти больного в реанимацию, опасаясь, что он умрет по дороге. В итоге медики попросили расписку об отсутствии претензий, если пациент умрет в машине скорой помощи. И только после этого пенсионеры увезли. Департамент здравоохранения Ямала провел внутреннюю проверку, выявленное серьезное нарушение в действиях сотрудников скорой помощи, которые были обязаны незамедлительно отправить пациента на госпитализацию. В Ноябрьске заработал лесной дозор, так называется, система противопожарной охраны лесов. Четыре камеры будут контролировать территорию рядом с дачным поселком Мечта, озерами Ханто и Светло, а также микрорайоном Вангапуровский. Система обошлась городу в 2 миллиона 326 тысяч рублей. Камеры могут следить за происходящим на 360 градусов вокруг в радиусе 35 километров. Если будет зафиксирован открытый огонь или дым, звуковой сигнал пройдет у диспетчеров ЕДДС. В дальнейшем они будут принимать решение об отправке экстренных служб на место. Камеры расположены на специальных вышках на высоте около 30 метров, поэтому обзор им ничто не закроет. Кроме того, у аппаратуры есть специальная функция, которая очищает ее от осадков. Как двор. Вот мы включаем его. И смотрите. Она тряхивается, как собачка. Наблюдает не только за лесом, но и за инфраструктурой города, поселков, по своей мечте, что называется. В других муниципалитетах, в Слихарде, в частности, уже был случай раннего выявления пожара в жилом секторе, что тоже способствовало, да, это в ночное время было. То есть все направлено на то, чтобы как можно раньше обнаружить, определить место, азимут точки лесного пожара, выдвинуть туда группы для его локализации и дальнейшей ликвидации. В Ноябрьске планируют усилить меры безопасности на водоемах, где запрещено купаться. В частности, речь идет о том, чтобы усилить патрулирование территории, где расположены водоемы. Кроме того, нарушители запрета могут привлечь к административной ответственности. Внедрение дополнительных мер связано с трагедией на обводенном карьере у парагазовой электростанции, где 1 июля утонул молодой человек. Это третий случай. За последние пять лет купаться в водоеме у электростанции запрещено. Единственный официальный пляж в Ноябрьске находится на озере Светло. Там проведены работы по благоустройству, очищено от мусора дно, дежурят спасатели и врачи скорой помощи. 25 талантливых музыкантов России встретились на международной сцене. В эти дни в Сербии в шестой раз проходит фестиваль русской музыки «Большой». Своим появлением он обязан режиссеру Эмиру Кустурице. Конкурс проводится при поддержке программы «Родные города» «Газпромнефти». Благодаря компании с 2013 года у ямальских детей есть возможность попасть на фестиваль. В этот раз от Ноябрьска поехала юная пианистка Злата Курант. Как она готовилась к поездке, узнавала Екатерина Бруцкая. Музыка – это то, через что я могу выражать свои эмоции и мысли. Это мое средство выражения себя, то, как я говорю обществу или другим людям, и соединяюсь прежде всего с другими. Сегодня Злата Курант общается со слушателями языком музыки Элегии Рахманинова. В свои 14 она безмолвно, но чувственно переживает скорбь композитора по своему учителю Антону Оренскому. Для Златы играть не просто нажимать клавиши, рисовать историю. Когда ты работаешь над произведением, мы работаем не только на то, чтобы выучить ноты, ритм, а понять, что хотел сказать художественный образ, прежде всего, создаваемый композитором, его прочувствовать, надо вообразить себя, нарисовать какую-то картинку, и ты играешь, как будто описываешь ее, но не словами, а музыкой. Рисовать в сознании образы и тонко чувствовать звук – этому Злату учит преподаватель Ирина Голикова. Они вместе с первого касания клавиш. Сейчас Злата с улыбкой вспоминает свои слезы и упорства. Был и перелом руки, который лишил выступлений на год, длительное восстановление и победы на всероссийских конкурсах. Восьмилетний путь, который привел их к фестивалю русской музыки «Большой» в Сербии. Нам интересно то, что мы делаем, нам интересна наша программа. Мы это делаем с удовольствием. Не буду вам говорить, знаете, как вы говорите, мы только нацелены на победу. Нет, мы нацелены на то, чтобы мы должны сесть и хорошо сделать то, чему научились. Все, музыка начинается с этого. Родители, они меня всегда поддерживают, даже когда бывает трудно. Вообще, у меня вся семья моя поддерживает очень занятия музыкой. Любые абсолютно какие-то увлечения все поддерживают. И музыку особенно с раннего детства. В семье Златы не было музыкантов. Ее бабушка работала бухгалтером в детской школе искусств. Именно так, гуляя по коридорам, маленькая девочка впервые услышала звуки рояля. И сразу влюбилась. Куда отдавать дочь заниматься, родители уже не сомневались. Музыка у Златы – это уже страсть. Она наполнена ей. Большое у нее вдохновение. Хотелось бы, чтобы она побывала именно в той атмосфере. Это же интересно. Кустуриц любит Россию. Чтобы она посмотрела не только себя, показала. В основном посмотрела других людей, участников. Это на самом деле очень заряжает. На четыре дня сербская деревня Эмира Кустурицы погрузится в атмосферу русской классической музыки. В этом году на участие претендует 60 музыкантов, которые прошли отборочный тур. Среди которых пианисты, скрипачи, вокалисты и исполнители на духовых инструментах. В состав российской делегации отобрали 27 человек в возрасте от 13 до 25 лет, которые поборются за главную награду фестиваля – «Золотую матрешку». Традиционно фестиваль проходит при поддержке компании «Газпромнефть» в рамках программы «Родные города». Главная задача конкурса – это дать возможность жителям небольших городов, творчески одаренной молодежи, у которой, может быть, без нашей помощи и не было бы шанса на выступление на большой сцене перед авторитетными жюри, проявить себя, показать свои таланты, доказать то, что даже в небольших северных городах есть таланты, которые могут покорять большую сцену. Сцена Большого – это тот случай, когда музыка выходит за рамки концертного зала и сливается с горным пейзажем в самом живописном месте Сербии, ближе к звездам и в полном единении с природой. Злату Курант нарисует невидимой кистью художника-музыканта Элегию Сергея Рахманинова. Музыка – это какая-то вещь, через которую очень можно прочувствовать тонко других людей, научиться более тонко чувствовать вообще весь этот мир, более узнавать его и познавать прежде всего. Екатерина Бруцкая, Виталий Харченко, Наиль Нафиков, Ноябрьск, 24. Увидеть красоты Грузии в северных краях – такую уникальную возможность подарил жителям Ноябрьска Зураб Пагава. Приехать на север – давняя мечта грузинского художника, осуществить которую помогла ямальская коллега Елена Зорина. С мастерами встретилась Яна Джуз. Небольшую площадь этой мастерской разделили живописные долины Аджарии и красоты северной природы. Художник Зураб Пагава привез в Ноябрьск около 20 своих картин. Разные холсты, цвета и непохожие друг на друга пейзажи. Он пишет картины почти 50 лет. Кажется, что в руках мастера оживает любая работа. В первую очередь я бы сказал, как своим студентам, это любовь, в первую очередь, любовь к своей профессии. Ну, любовь – это не насильно, не полюбишь же, да? Конечно, мозгами надо шевелить, это же интеллект большой, понимаете? Ну, любовь в первую очередь. Любить – это свое дело, то, что ты делаешь. Радоваться этим. Ну, конечно, всегда ты не будешь, иногда не получается, ты уже в плохое настроение. Когда получается – да. И вот это вот, гореть надо этим. Любовь к изобразительному искусству еще в детстве Жураб Пагава перенял от отца, тоже художника. Свои первые работы он начал писать, стоя рядом с папой. Ну, я рисовал что? То, что отец же у меня художник. И он рисовал, ну, дома наброски делал, ну, все время занимался рисованием. Я тоже подсаживался, как бы, не подорожая его, ну, тоже мне интересно было. И я рисовал то, что я видел. Интерьер дома, табуретка, допустим, печка там, буржуйка стоит, допустим, да. Все, что я видел. В студенчестве судьба свела Жураба Пагаву с Еленой Зориной. Они вместе учились в художественном училище. Затем разъехались по разным уголкам земли. Сегодня оба известные художники. Он в Грузии, она на Ямале. Не виделись больше 40 лет. Найти друг друга помог интернет. Случайно, год назад в интернете, я у своей подружки увидела... О, Зураб Пагава. А, это тот, который написал на двери у нас, говорят, в Париже есть и филевые башни. Это, значит, мы с подругой высокого роста. А тут вот приехал такой балагуристый грузин, который всем, значит, какие-то эти, вставлял свои шуточки. И вот мы с ним зацепились языком друг за другом. Первая встреча спустя 44 года произошла в Грузии. Там Елена Зорина написала несколько картин. Затем Зурабу Пагаве поступило ответное приглашение посетить Россию. Отказаться от него мастер не смог. Он тогда был быстрее. Он быстро... И убежал. Все, все, написал. Оно было интересно, но не доделано. Сейчас наоборот. Его уже оттаскиваешь от работы. А он, нет, сейчас вот там еще тут мазочек, а тут это, сейчас он посмотрел, пока вы снимали на тот натюрморт, и говорит, я сейчас эту вазу уберу и поставлю вон ту девушку с длинными ногами. Сегодня Зураб Пагава пишет картины в разных жанрах, с особой любовью относится к пейзажам. И уже ясно, север останется не только в его воспоминаниях, но и на холстах. Мне куда-то подальше на север. Поэтому я решил, благодаря Елену Васильевне, попасть тут, к вам. Ну, конечно, я в восторге, естественно. И даже мне нравится, что холодно. Для вас это как бы хотите на юг, а мне наоборот. Мне вот холод больше как бы, ну, как-то устраивает, что ли. Это пока у меня как бы маленькие подчеркушки, эскизы, то есть в голове все это крутится, а это все надо на листья передать. Но этим делом обязательно займусь. Творческий тандем привел к культурному обмену двух стран. 8 сентября Елена Зорина откроет свою персональную выставку в Грузии, в Батумском музее изобразительных искусств. А уже зимой в Ноябрьске представит экспозицию «Зура Пагава». Яна Джуз, Александр Иванов, Ноябрьске-24. Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжит прогноз погоды. Не переключайтесь. Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжит прогноз погоды.